С радостью я совершил вместе со своими собратьями божественную литургию в этом прославленном, исторически очень значимом приходском храме города Москвы и хератонию нового архиерея, преосвященного Ефрема, епископа Боровического и Пестовского. Храм сей несет на себе печать страданий, которые в полной мере приняла Церковь наша, осветив историю христианства уникальным опытом мученичества и исповедничества. И радуюсь тому, что сегодня Церковь празднует память святых новомучеников и исповедников российских, тех самых, которые и в совсем недавнее время кровью своей запечатлели верность Христу. И среди них последний настоятель перед закрытием этого храма – священномученик Сергий Успенский, икону которого я с благоговением буду хранить у себя в память о сегодняшнем богослужении, об истории этого замечательного прихода, об истории мученичества и исповедничества московского клира. Сегодняшнее памятание святых новомучеников и исповедников российских совпадает с первым подготовительным воскресением к Великому посту, именуемым на языке церковного устава «Недели мытарей и фарисея». Евангелие сегодня читалось от Луки, где Господь повествовал притчу о мытаре и фарисее, которые пришли в храм, и каждый из которых по-разному прославлял Бога и обращался к Нему. Мытарь, будучи человеком благочестивым в соответствии с законом ветхозаветным, благодарил Бога, что он не такой, как другие люди, что он благочестив. А мытарь, сборщик податей, человек ненавистный, презираемый и, конечно, грешный, потому что какой же мытарь, находясь на своем месте, не думает о самом себе? То были люди, действительно, презираемые тогдашним иудейским обществом. И вот этот несчастный, грешный, конечно, грешный человек и презираемый пришел в храм, стоял недалеко от того самого фарисея и не благодарил Бога за то, что он хорош, а только просил Бога быть к нему милостивым. И по слову Спасителя он ушел более оправданным, чем фарисей. Мы приближаемся к поприщу Святой Четыридесятницы, к Великому посту, и поэтому Церковь настраивает нас на самое главное, что является содержанием поста. Она помогает нам на примере евангельских притч осознать то, что есть подлинное покаяние. В течение Великого поста мы будем много слышать слов о покаянии. И в Великом каноне святого Андрея Критского, и в проповедях, и в молитвословиях. Но сегодня, когда мы как бы начинаем шествие навстречу Великого поста, мне бы хотелось сказать, может быть, о самом важном. В покаянии человек, осознавая свой грех, осуждая этот грех, и, беря обязательство его преодолеть, отказывается от самого себя. Или, по крайней мере, от огромной частицы своей собственной жизни. От привычек, нередко от мировоззрения, от взгляда на жизнь, на окружающую его действительность, на людей, на самого себя. Потому что подлинное покаяние покаяние может совершиться только тогда, когда человек преодолевает свое эгоистическое я и отвергается от того, что еще вчера для него было дорого, значительно, но что не вписывается в систему божественных заповедей и, сознавая это противоречие между своей жизнью и Божьим законом, приносит покаяние, раскаяние в своих грехах. Но ведь каждый человек считает, что он живет правильно, даже если совершает грехи. Но уж если очень совесть укоряет, то мы умеем себя успокаивать, оправдывать. Мы сравниваем себя с другими, мы говорим, что мы гораздо лучше, чем сосед или чем сослуживец, тем более лучше, чем начальник, куда лучше. Но уж если есть грех, ну так кто же без греха? Мы привыкли себя оправдывать и защищать, а покаяние, искренне приносимое, срывает все эти маски. Оно поставляет человека лицом к лицу перед правдой Божией и заключается в том, чтобы человек отказался от того, что он считал своей жизненной правдой. То, что он всячески оправдывал в себе, защищал, в том числе и ссылаясь над иной, как ему казалось, более отрицательный опыт жизни других людей. Итак, покаяние есть разрушение своей маленькой жизненной правды, которая пред лицом Божиим вдруг оказывается неправдой, и отказ от этой правды, принятие Божьей правды в сердце. Как сейчас говорят современные люди, переформатирование своего сознания, своих ценностных установок, своих волевых устремлений. Удивительное это совпадение праздника святых новомучеников, исповедников российских с днем первым, днем воскресным, подготавливающим нас к святой Великой Четыридесятнице. А что же означает опыт мученичества и исповедничества? А это и есть полное сораспятие Христу, полный отказ от себя. Даже до смерти у человека ничего не остается своего, даже жизни не остается. Он все отдает Богу, он сливается с Богом, он становится Божьим человеком. Вот почему для мучеников и исповедников не требовалось покаяния перед смертью, никакой исповеди. Вот почему в древней церкви мученичество приравнилось к крещению, и если мученичество принимал некрещеный человек, то никто не ставил вопрос о том, член он церкви или нет, потому что кровь мученика очищала его от греха. Соединяясь с Богом, то было крещение кровью. Вот через такое очищение от греха прошла большая часть нашей церкви. Более тысячи человек причислены к лику святых, о скольких мы не знаем, чьи имена просто исчезли, память о которых прошла, и мы молились сегодня за них, не причисленных к лику святых, но сопричастных к подвигу мучеников и исповедников. Какая внутренне глубокая связь между покаянием и мученичеством. Покаяние ведь это тоже есть исповедничество, это есть некий отказ от привычного образа мыслей и жизни, это есть зафиксированное волей, твердое желание идти за Христом, пересмотреть свою жизнь, это есть принятие на себя Божьей правды и отторжение того, что еще вчера казалось моей человеческой правдой. И мученичество, которое есть полное посвящение человека Богу, слияние с Богом в полной верности, в полном доверии, в полном отречении не только от своих каких-то человеческих заблуждений и правд с маленькой буквы, но даже от самой жизни. А что же происходит, когда человек так соединяется с Богом? Удивительные слова мы сегодня слышали в послании апостола к Павлу к кремлянам. Этот отрывок из послания к кремлянам всегда читается, когда мы вспоминаем мучеников, исповедников. И завершается он дивными словами. «Я уверен», — говорит апостол Павел, «что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина не могут нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Эти громоподобные слова апостола должны всегда присутствовать в нашей памяти и в сознании. Ничто не должно и не может нас отлучить от любви Божией, а значит, от общения и жизни с Богом, если мы самих себя посвящаем Ему. Сегодня мы совершили в этом храме рукоположение нового епископа, которому придется создавать епархию, утверждать все то, о чем мы сегодня размышляем, и все то, чему мы сегодня себя посвящаем. Я надеюсь, что напутствуемый вашими молитвами и вашей любовью Владыка Ефрем по милости Божией справится с теми задачами, которые перед ним стоят. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, отец Александр, настоятель сего святого храма, за добрые слова, которые вы ко мне обратили, за икону святаго священного мученика, Сергия, пресвитера, настоятеля сего святого храма, даже в лик которого приближает к нам реальность реальность мученичества, исповедничества, реальность, отделенную от нас не такими уж большими историческими отрезками времени. Я благодарю вас за то, как был прекрасно воссоздан, обновлен этот храм, который долгие годы был в запустении. Здесь было ли какие-то светские учреждения, не совершалась молитва. Можно сказать, на костях мучеников люди делали что-то, что было их маленькой человеческой правдой, не думая о правде Божией. И сегодня этот величественный храм в центре Москвы является свидетельством силы Божьей правды, в том числе из пепла воссоздавшей и нашу церковную жизнь. Я хотел бы вас также поблагодарить за то, что в Московской Патриархии вы несете важное послушание и помогаете мне общаться с сотнями и тысячами людей, возглавляя комиссию по приему посетителей Московской Патриархии. Это очень трудная пастырская работа с разными людьми, и здоровыми, и с больными, и с искренне верующими, и с искушающими нас. Дай вам Бог сил и дальше продолжать это служение, поддерживая подобно Аарону, который помогал Моисею и мои немощные руки. Я хотел бы вас всех, дорогие владыки, приветствовать с этим воскресным днем, пресвитеров мне сослуживших, всех вас, дорогие постоянные прихожане Спаса Преображенского храма на песках, поблагодарить хор, два хора, которые сегодня пели, и призвать на всех на вас Божие благословение. Аминь. 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 Аминь.